Если спросить россиянина, что для него означает день 12 апреля, тот без опинки ответит – день космонавтики. Если спросить американца, что памятного произошло 12 апреля, то ответ будет иным. 12 апреля 1945 года ушел из жизни великий американский президент Франкмен Делано Рузвуд. Чем дальше время отделяет от нас дни, когда решались судьбы мира, когда решалась судьба нашей страны, тем рельефнее предстает фигура великого американского президента, его значение в истории страны и мира. Под его руководством Соединенные Штаты смогли пережить масштабнейший экономический кризис, сохранить демократию и капитализм и выйти из Второй мировой войны не только победителем, но и бесспорным лидером западной цивилизации. Автор нового курса, один из лидеров антигитлеровской коалиции, был единственным президентом Соединенных Штатов, четырежды избранным на этот пост. Рузвельт ушел из жизни, когда ему было 63 года. Один из ключевых членов его мозгового тресла, Рексфорд Тагвелл, писал в 1971, что если бы судьба добавила этому человеку еще 20 лет жизни, он мог бы выиграть президентские выборы и в пятый, и в шестой раз. Столь велико было доверие американского народа, столь крепки были узы, связавшие этого патрица из Хайт-Парка на Хатсоне, с рядовым американцем. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Мало кто из биографов Рузвельта знает и помнит, что буквально через год-полтора после его избрания президентом Соединенных Штатов в ноябре 1932 года, уже к тому времени известный английский политик, публицист и историк Винстон Спенсер Чорчилл назвал его одним из величайших американских политиков, когда-либо занимавших этот пост. Чорчилл как в воду глядел. Удивительно, что будущий премьер-министр Великобритании уже тогда напророчил Рузвельту судьбу первооткрывателя, который пустился в путь столь же туманный, как и путь Колумба, полный опасностей и превратностей, поразивших всех отвага, воля, масштаб его усилий, достигнутые успехи в отражении экономического бедствия и страхов им порожденных, заставили самого Чорчилля искать отгадку феномена 32-го президента Соединенных Штатов его родословной в связи со знаменитой фамилией Рузвельт, члены которой в числе первых голландских переселенцев отправили к берегам Нового Света еще в 40-е годы 17-го столетия и осели в устье Хатсон-Ривер, в Новом Астердаме. Его дед, Айзек Рузвельт, какое-то время занимался сахароторговлей, но, утратив интерес к городской жизни и пристратившись к ботанике, оставил Нью-Йорк где-то в 1-3-19 веке и перебрался в сельскую глушь в графстве Датчис в долине Хатсон-Ривер, именуемую Хайт-Парком. Отцу Франклена Джеймса, родившемуся в 1828 году, удалось приумножить состояние Айзека, использовав полученную в Харвардской школе право профессию стряпчего и вкладывая денежные средства в ценные бумаги местных угольных и жидкоторожных компаний. Его фамильный дом в Хайт-Парке в староанглийском аристократическом стиле, расположенный в живописном месте на берег Хатсона, был окружен огромным садом. Это поместье и стало родовым гнездом для него многочисленного по-американски мерка в семейство, после того, как у Джеймса Рузвельта и его молодой жены Сэры, дочери известного в деловых кругах Нью-Йорка Уоррена Делану, 30 января 1882 года родился мальчик, названный Франклином. Много позднее Франклин Делан Рузвельт скажет «Все, что есть во мне, восходит к жизни на Хатсоне». Начальное образование он получил в домашних условиях, а затем была аристократическая частная школа в Гротоне, куда он поступил в 1896 14-летним юношем, и где прошли счастливые годы учебы и досуга в кругу 100 таких же отпрысков состоятельных семей с северо-востока страны. А по окончании Гротона в 1900-м молодого человека ждал, ну, конечно же, Харвард. Последний год учебы в Харварде Франклин Делан Рузвельт был помолвен с его очень дальней родственницей Элеонора Рузвельт, племянницей президента Соединенных Штатов Теодора, Тедди Рузвельта. Свадьба состоялась в 1905-м, а еще через пару лет после окончания школы права при Коммунбийском университете Франклин Делан Рузвельт занял вакантное место в одной из престижных нью-йоркских адвокатных фирм, и между 1906 и 1916 годом у чты Рузвельт родилось шестеро детей. Иридическая практика на Уолл-стрит открывала главе семейства дорогу к безбедному существованию, известности, ну и, конечно же, влиянию. Но политика перевесила эти соблазни. А может быть, не политика, а некое чувство долга, которое было характерно для всех Рузвельтов. В 1910 году Франклин Рузвельт был избран в Сенат Законодательного Собрания штата Нью-Йорк. В 1912-м он подключился к победоносной кампании кандидата на пост президента Соединенных Штатов Демократической партии Томаса Вудера Вилсона. И в качестве премии в новой администрации ему досталась должность заместителя военно-морского министра. После Первой мировой войны он рассматривался уже как одна из ведущих фигур в партии Вилсона, нуждавшаяся в пополнении своего руководящего дра за счет креативных политиков, ищущих ответы на вызовы времени и не собиравшихся изолировать Америку от мира. В 1920-м году демократы выдвинули Франклина Рузвельта в кандидаты на пост и вице-президента Соединенных Штатов. Искать отгадку, феномен Рузвельта, возможно, следует в родословной, в связи с его знаменитой фамилией Рузвельт, члены которой, как я вам уже говорил, в числе первых голландских переселенцев отправились к берегам Нового Света. Первых. Когда это был еще не Нью-Йорк, это был Новый Амстердам или Нью-Амстердам. Ну, об этом мы поговорим как-нибудь с вами еще раз. А к этому времени у него сложился контур цельной социальной философии и экономической доктрины. Ведущий американский экономист той эпохи, работавший бок о бок с будущим президентом, так обозначил круг вопросов, которые, по мнению Рузвельта, являлись неотложными, взывающими к разуму политиков, требующими инициативы. Он полагал, что правительство не только может, но и должно достигнуть подчинения частных интересов общественным, должно поставить кооперацию на место безумной сумятицы экономического индивидуализма. Он глубоко себя чувствовал неимущим, он хорошо понимал нестабильность экономической жизни и хорошо видел, что политическая демократия не может существовать с экономической плутократией. Жарким летом 1921 года случилось несчастье. Франклин Рузвельт, взяв короткий перерыв, отправился отдохнуть с женой и детьми в летний семейный коттедж на остров Кампабелла, находящемся в миле от штата Мэн, но принадлежащем Канаде. Купание в холодной воде Атлантики и затем длительное пребывание во влажном купальном костюме привели к поистине трагическим последствиям. Полной силы надежд, 39-летний спортсмен и светский лев был сражен тяжелейшей болезнью, полимиолитом, лишившим его способности самостоятельно передвигаться, строить планы, добывать средства существования для многочисленного семейства и самое главное, может быть самое главное, быть востребованным обществом. Сейчас полагается, что это была другая болезнь, но для перспектив будущего президента подробности синдрома дело не меняли. Впрочем, это может показаться невероятным, но болезнь сыграла удивительную роль в преображении и вознесении Франклина Рузвельта. Он начал свою жизнь блабоколучным, вежливым, приветливым, смешливым, немного нахальным юношей, нравившимся, но вовсе не обожаемым смешниками по Гротану и Харварду, компетентным заместителем военно-морского министра во время Первой мировой войны. Короче говоря, он начал рутинную карьеру американского наследника благородного семейства с очень умеренными политическими амбициями. Ох, это сейчас можно было бы выехать к народу в прекрасном инвалидном кресле и посмел ли кто усомниться в дееспособности политика. Конечно, именно сейчас кандидаты швыряются друг друга историями болезли, но обидеть мужественного инвалида вряд ли кто-либо решился, а тогда, если коляска, значит немощный старик, за которым стоит ухаживать только для того, чтобы получить кусок наследства. Для просвещенной публики это и первый обладатель инвалидной мебели на колесах, одряхлевший кровавый тиран 16 века Филипп II Испанский, это и Кутон, зловещий председатель революционного конвента, раздержавший в кресле с колесами двумя поворотными ручками, кстати, реквизированную королевской семье. И Франксон Рузвельт решил все скрыть. Первое время он демонстрировал успешное выздоровление. С помощью сложной и тяжелейшей системы ортопедических оков и рычагов он мог, опираясь на трость, выходить на короткие прогулки. Это было очень тяжело. Но избиратели успокаивались. Никаких фотографий с костылями или в коляске. Журнал Life как-то опубликовал такую картинку, но она не стала сенсацией. Вообще, надоедлежная пресса. Журналисты в те времена не гонялись, высунув язык за увечием Рузвельта. Даже во время его сложнейших избирательных кампаний. Конечно, полностью скрыть от народа, что FDR не мог ходить, не удалось. Актер Грегори Пек вспоминал, как в юности он побежал в порт встречать горячо любимого политика. При сходе с парохода скрыть немощь Рузвельта было невозможно. Естественно, приходят на ум оцепление, служба охраны, какие-нибудь грузовики со щебенкой во всех проходах. Но нет. Франк Пина Рузвельта вынесли на руках. Грегори Пек, вспоминает он, зарыдал от ужаса. Однако, секунду спустя, политик уже сидел в кресле, с шикарным жестом вставлял сигарету в мундштук, прикуривал. На лице бодрая, естественная улыбка, рука, державшая спичку, поднялась в сердечном приветствии. Замерзшая была толпа возликовала, и юный пек подумал, если он сам так относится к своему вечу, почему мы должны переживать? Я очень люблю один кадр из фильма «Перр Харбор». Тяжело убеждая своих сотрудников в том, что надо безотвратительно объявлять войну, он медленно, на одной силе рук, поднимается с кресла и встает во весь рост. Его болезнь, поддержка и одобрение супруги своими политическими способностями, благоростом характера и сердечностью, кажется, преобразили его в сильную личность и выдающегося лидера, несущего добро и ставшего уникальным в своем роде отцом всего народа, написал о нем известнейший английский историк и политик Исайя Берлин, направленный Черчиллем военные 1941-1945 годы Вашингтон со специальным заданием отслеживать настроение в столичных кругах Америки. В 1928-м Рузвельт был избран на пост губернатора штата Нью-Йорка, оказавшегося раньше других индустриальных центров страны, ввергнутым в разрушительный круговорот экономического кризиса невиданного масштаба. С осени 1929-го года экономическая катастрофа распространялась как степной пожар. Закрытие предприятий, банкротство банков, массовая безработица, нищенство, гигантские очереди за благотворительным кофе, самоубийство, разрыв семейных уз, деморализация молодежи и поляризация страны. Все больше и больше американцев разуверились в капитализме, разуверились в демократию. Одни уходили на крайний левый фланг американского общества, принимая идеи социализма и коммунизма, а другие наоборот, двигались на крайний правый фланг, принимая идеи фашизма и нацизма. Вот на этом фоне прозвучал лозунг нового курса. Впервые он был озвучен Рузвельтом перед историческим по своему значению съездом демпартии вечером 1 июля 1932 года в Чикаго. Он выступал стоя, поддерживая ортопедическими подпорками, преодолевая невероятную боль. Но это никто не знал из находящихся в зале. Не знал и не узнал. В центре Рузвельтовской речи адресовой нации находился забытый человек. Рабочий, фермер, мелкий предприниматель, но никак не улл-стритовский банкир и нефтовой магнат. Кандидат на пост президента-демократа видел главное призвание правительства государства и их предназначение смысла существования по вороте лицом к неимущим и обездоленным. Рузвельт провозгласил, повсюду в нашей стране мужчины и женщины, забытые теми, кто исповедует нынешнюю политическую философию правительства последних лет, смотрят на нас, рассчитывая найти в нас руководящее начало и более доступную возможность добиться справедливой доли национального богатства. Нельзя позволить, чтобы ожидания миллионов оказались напрасными. Я обещаю вам, я даю слово себе, что американский народ будет следовать новым курсам. Мы ведем необычную политическую кампанию. Это призыв к оружию. Я нуждаюсь в вашей поддержке. И не просто для того, чтобы заполучить голоса, но и для того, чтобы одержать победу в этом крестовом походе за возвращение Америки и ее народу. В борьбе за президентский пост 1932 года ФДР опирался на советы Кружка, которые состоял из профессоров Колумбийского университета и получил название «Мозговой трест». ФДР понимал необходимо срочных и решительных мер для преодоления кризиса. Во время избирательной кампании он объяснял «Представим себе цивилизацию в виде дерева, на котором в процессе роста отмирают сучьи. Радикал требует их отрезать. Консерватор кричит «Не трогать!» А либерал идет на компромисс. Он говорит «Давайте подстрижем их с тем, чтобы не повредить ни старый ствол, ни новые ветви. Эта кампания должна научить страну идти предначертанными курсам путем изменений, дисциплинированно, избегнув как радикальной, так и консервативной революции». Впоследствии, объясняя свое кредо, которое многим казалось недостаточно определенным, президент говорил «А я христианин-демократ, вот и все». На выборах в ноябре 1932 года он получил большинство голосов избирателей. Но уже весной, 1933-го, вне первой инаугурации Рузвельта, кризис достиг высшей точки, затронув финансовые институты страны. У банка возник дефицит ликвидности, вклады сгорали мгновенно и повсеместно. «Пришло время сказать правду, и всю правду», говорил Рузвельт в своей первой инаугурационной речи 4 марта 1933 года. «Наш великий народ выживет, как это случалось и раньше, восстановится и будет процветать. Позвольте мне выразить твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, так это только самого страха. Безликого, неосознанного, неоправданного ужаса, способного парализовать силы, которые необходимы, чтобы преобразовать отступление в наступление». Наиболее трудный для нее момент симпатии американские нации, выданные в значительной мере авансом, оказались на стороне политика, в котором она почувствовала спасительный сплав практицизма и идеализма. Пожалуй, никто тонко-тонко не уловил возникшую туда связь между растерянным и озлобленными массами людей, готовыми к голодным бунтам, социальному непонавению, и новым лидером страны, как это сделал эмигрировший в Америку великий немецкий писатель и психолог Томас Манн. После очередной встречи с Рузвельтом в Белом доме в январе 1941 года он назвал его вооплощением, цитирую, «хитрости, солнечности, избалованности, кокетства, прямолинейности, откровенности и честная вера». Но проницательный писатель-классик выделил и совершенно особый талант президента Соединенных Штатов управлять пришедшими в состоянии неверия и возбуждения массами, подчиняя себе их эмоции и порывы. «Вот укротитель масс», писал он, «укротитель современного типа, который желает добра или хотя бы лучшего и держит нашу страну, как может быть, ни один другой человек в мире». Присущие Рузвельту харизма и коммуникабельность, умение найти в любой ситуации кратчайший путь взаимопонимания с людьми морально подавленными кризисом, внутренняя раскованность и доверительность в общении с прессой задержали обстановку. Сам обык президента, легко, без выдебых страданий, как мало показаться, переносившего неизлечимый недуг, заставлял уходить от мысли об экономических тяготах и личных невзгодах. Франклин Рузвельт становился популярным персонажем газетных передовиц. Уместно говорить о мгновенном приобретении им как автора плана восстановления, сочетающей земные всем понятные цели с перспективным мышлением, возвращающем ощущение будущего потерянного поколения людей, безупречной репутации не только в своей стране, но и за рубежом. По словам все того же Винстона Чорчилля, он дал шанс на отгадку глобального системного кризиса. В своей победе в 1932 году Рузвельт был обязан синдрому страха, преобразившись у избирателей в подъемную силу, позволяющим проголосовать за нерасстающейся сувалидной коляской губернатора Нью-Йорка. На этом, дорогие друзья, остановлюсь, подошло время нашего небольшого перерыва. Продолжим уже после перерыва.